Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. При нем посылка, а в ней бутылка. Силовики задержали в Хасабюрте молодого человека, занимавшегося изготовлением наркотических веществ. Вы за что задержаны сотрудниками? Я пошел на почту, заказал область города Омск. Наркотические средства, скорость. Когда получил посылку, вышел с почты, меня задержали. Все для безопасности учеников. В образовательных учреждениях Махачкалы появились металлодетекторы. Работа в направлении обеспечения безопасности наших детей будет продолжена. Более 4 тысяч женщин в одном месте. В духовном центре прошел самый масштабный республиканский мадж-лис. Подробности сегодня в выпуске. Женщина – это источник силы для своей семьи. Я желаю, чтобы этот источник укреплялся, возвышался, был надежным. И чтобы от нее шли вот эти волны не только для ее семьи, но и для всех вокруг. Огромная благодарность и за это сегодняшнее мероприятие, за необыкновенное тепло, которое создали люди, которые прежде всего здесь присутствуют. Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Хасавюрте 20-летнего местного жителя. При личном досмотре у молодого человека была обнаружена посылка, в которой находилась бутылка с неизвестным содержанием, массой 214 граммов. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотиком N-метилэфедрон. По факту возбуждено уголовное дело. Вы за что задержаны сотрудниками? Я пошел на почту, заказал в гости города Омск, наркотические средства, скорость. Но когда получил посылку, вышел с почты, меня задержали. А сквал нахочистые средства для личного потребления, для личного хранения. Какой вес был? 100 миллиграмм. Для чего вы приобрели этот наркотик? Для личного потребления. А как долго вы употребляете его? 2-3 года. У кого я заказывал, он думал, что я буду работать на него. И за это на полном доверии, без рубля денег, он мне отправил посылку. Но не говорил, как изготовить и так далее, пока я сам не получу посылку, пока я не сфотографирую посылку, не отправлю ему, что я получил посылку. Как только я получу посылку и скину ему фотографию, он должен был мне скинуть инструкцию. Самые инструкции, как готовить, я ее не знаю. И первую жизнь я получил эту вещь по почте или вообще так, в жидком виде, он первый раз убит в соль. В дальнейшем, раньше и до этого я никогда так не получал, ни в одну, ни брал, ни покупал. В школах и детских садах Махачкалы установили рамки металлоискателей. Этим самым мэрия исключает возможность проноса в образовательные учреждения ножей, травматического оружия и газовых баллончиков. Работа по оснащению школ данным оборудованием была проведена совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям республики. Именно это ведомство передало в собственность города более 50 единиц арочных металлодетекторов. Уважаемые жители города Махачкалы, наряду с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся, приведением в соответствие медицинских кабинетов, приоритетным вопросом является для администрации Махачкалы комплексная безопасность образовательных организаций в целях сохранения жизни и здоровья воспитанников и учащихся. С целью контроля и обеспечения безопасной среды на территории образовательных организаций нашего города, пресечения возможности проноса ножей, крупных металлических предметов, травматического оружия, газовых баллончиков, установлены арочные металлодетекторы. Работа по оснащению арочными металлодетекторами была проведена совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. А именно, ими было передано безвозмездно в собственность муниципального образования 51 металлодетектор. Работа в направлении обеспечения безопасности наших детей будет продолжена. В Духовном просветительском центре имени пророка Исы, мир ему, прошел самый масштабный республиканский женский мадж-лис. В нем приняли участие более 4 тысяч представительниц прекрасной половины с разных районов и городов Республики. На праздничном уфтаре побывала и наша съемочная группа. Слово Малики Курбановой. Ассаляма алейкум, работа кубарак, читайте салмадь и сискали. Чтение Корана, живое исполнение нашидов, суры и священного писания создавали в этот день особую атмосферу духовности и единения. А в воздухе витали ароматы костра и готовящихся блюд. Одно из главных угощений вечера – плов. Это у нас основное блюдо, помощников у меня хватает человек 5. Блюда, да, разные, но основное, конечно, он всегда плов. Приглашенные делились пожеланиями счастливых дней, наполненных крепкой верой, молитвами, смирением и покаянием. Говорили о роли женщины в исламе, давали советы, как получить вознаграждение в месяц Рамадан. Звучали в адрес представительниц прекрасной половины и слова благодарности от мужчин. Есть такая известная фраза «За каждого великого мужчину, скажем, женщина». И в этот месяц, в этот совершенный месяц, конечно же, мужчина не смог бы по ценам, наверное, провести этот месяц Рамадан без помощи женщин. Выступающие подчеркивали внешнюю и внутреннюю силу женской красоты. Говорили о том, что она – главный хранитель семейного очага. Как отметила советник Муфти Айна Гамзатова, именно женщина – гарант стабильности для своей семьи. И очень важно, чтобы в душе каждой из них были покой и умиротворение. Это очень символично, что мы собрались в духовном центре. Нас объединяет, он уже на протяжении нескольких лет. Рамадан тоже собирает всегда нас вместе. Поэтому я очень надеюсь на то, что это единение, оно будет облагораживать наши души, очищать их. А благородные души, вы знаете, в них всегда живет желание помогать друг другу, поддерживать друг друга. И я думаю, за счет таких людей держится Дагестан, Россия. И будет мир обязательно. Женщина – это источник силы для своей семьи. Я желаю, чтобы этот источник укреплялся, возвышался, был надежным. И чтобы от нее шли вот эти волны не только для ее семьи, но и для всех вокруг. Организатором этого благодатного вечера выступил отдел просвещения при Муфти Айте Республики. Основная задача подобных мероприятий – объединение людей на принципах добра и милосердия в священный праздник. Мы объединили всех женщин Дагестана на Ифтар именно в духовном центре, который объединяет нас всех. Для женщин это, во-первых, объединение, разделить любовь, дружбу, уважение друг к другу, показать, как мы любим и уважаем месяц Рамадан, как мы любим Всевышнего Аллаха и как мы любим нашего хророка, алей салят вассалям. Рамадан объединяет, а еще собирает за одним столом представительниц разных профессий. Среди гостей республиканского маджилиса были и известные женщины-министры. Я хочу сказать искренне слова благодарности Патима Цаербековне, всему Муфтияту, за то, что такая огромная работа проводится, для того, чтобы в нашей республике царили мир и согласие. Мир и согласие царили в каждой дагестанской семье. Вот огромная благодарность и за это сегодняшнее мероприятие, за необыкновенное тепло, которое создали люди, которые прежде всего здесь присутствуют. Конечно, это очень значимо в священную пятницу, в священный месяц Рамадан, проводить такой республиканский женский маджилис. Он сближает, он сближает женщин, он дарит им радость, он давит им вдохновение. Вдохновение на жизнь, вдохновение на того, чтобы расти детей. Он открывает душу, согревает душу. Поэтому эти мероприятия сближают людей, тем более в наших сейчас тяжелое время. В этом году и вторые единства проходят на площадке Духовного центра каждый день. И примечательно, что в большом графике мероприятий самому масштабному женскому маджилису было уделено отдельное и особое внимание. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о федеральной государственной системе отслеживания зерна. Новая разработка создана с целью обеспечить прозрачность рынка, облегчить контроль качества продукции и снизить количество проверок. В нее будет включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и другое. Система будет вводиться поэтапно. Теперь продавать зерно на территории России, экспортировать или импортировать будет возможным только после регистрации в данном приложении. На недавней встрече с Владимиром Путиным глава Дагестана Сергей Меликов в числе других показателей республики рассказал и о достижениях в области виноградарства. На сегодня регион поставляет солнечную ягоду в Крым, Ставропольские и Краснодарские края. По словам Меликова, есть потенциал выйти на прежние темпы роста, как в советские времена. Наш следующий материал о тружениках, которые занимаются выращиванием солнечной ягоды уже много лет. Все подробности у Асель Манаповой. Остается ждать теплых дней и уже через неделю эти глазки распустятся и станут маленькими листочками, говорит Азад Гаджиев, руководитель агрофирмы из села Татляр. Вот это прошлогодняя посадка у нас. Смотри, какой прирост, какой куст здесь. Вот, вот эффект его ямочной посадки. Вот это его эффект. Сейчас мы будем резать на два глазка и пойдет у нас формировка. В следующем году здесь будет урожай. По словам Агрария, такой способ посадки гарантирует высокий процент приживаемости растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающихся корнях волосков с почвенными агрегатами. Кроме того, ямочный метод позволяет собрать урожай с виноградников на год раньше. Такой метод посадки здесь поблизости даже никто не сажает. Почему? Потому что его финансовые расходы большие. Большие. 6 рублей подкопка ямы одну, потом посадка каждого саженца. Это 3 рубля. И он финансово не каждый вкладывается к этому. А так его эффект, эффективность его такова, что он, собственно, корневой остается. Он чуть легче стрижка делается, а так он корневую систему сохраняет. На год раньше, на год раньше можно получить урожай. Даже на кусте, который был заложен в прошлом году, хотя бы 2-3 кисти винограда точно будут. На сегодняшний день все 170 гектаров земли агрофирмы посажены виноградниками исключительно ямочным методом. Двухгодовалые кусты уже нуждаются подвески. Женщины обходят каждое растение и вручную закрепляют их. Они сами тебе показывают, куда есть подвески. Заканчиваете уже? Нет еще. Пока еще осталось подвески. Вот этот резервуар ГАСАН. Он длиной 300 метров, шириной 30 метров, глубиной 7 метров. А этот резервуар нам должен будет обеспечить гектаров 300 вокруг полностью. Все вот эти участки, то что вот посажены, вот столбу устанавливаем. Вот уже провели здесь шланги, все подкапельно готово. Это все будет здесь подкапельно решение. Такого резервуара еще нигде нету. Плюс еще выше два фильтрации здесь. Фильтрованные ямы там будут наверху еще. Но они там небольшие, по 50 метров, 50-100 метров каждый. Здесь объем воды где-то сколько, 500 тысяч кубов, как бы специалисты сказали. Сейчас начнем здесь пленку стелить. Здесь будет самый большой, мощный этот. Вот здесь будет у нас насосный. Высокую линию проводим сейчас через речку. Выращивание винограда – дело тонкое, имеющее множество нюансов. Самое важное – дать правильный старт, отмечает Азад. Нередко начинающий виноградарь, неправильно посадив даже качественный саженец, не получает достойного результата. Это огромный труд и финансовые вложения. Однако результат того стоит. Фонд работы у нас зимние поливы, обрезку, подвязку, ремонт. Все завершили, все на виду. Все хорошо, все отлично. Погода, условия соответствуют нашему благоустройству. И вот, как видите, после обрезки уже заметно ждем только хорошего урожая. Асиль Монатова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербенский район. Это были все новости на сегодня. До встречи в следующем эфире и удачных вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!